Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 789 «Взаимоотношения». «Где граница между обличением и осуждением?» Отвечает Игнатий Тихонович Латко. То, что эти вопросы люди ставят рядом, говорит о практическом смешении этих понятий. Обличить значит выявить с конкретной личностью отношение, показать его неправоту, даже с упреком. Но намерение остается одно – исправить. А это хотя бы было их хирургическое вмешательство. Есть действие любви, призыв к жизни, к выходу из тьмы в свет. Осуждение – это вынесение приговора, реквием, смерть. Здесь уже никакие ходатайи не помогают. Людям дано право осуждать, но при одном условии – если этот суд будет праведным. А вот этого-то как раз и нет. Мы судим предвзято, и мы, видимо, осуждаемого все худшим, чем у нас. Не знаем в действительности, как он выглядит перед лицом Божиим. Иакова 4, 12. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? 1 Коринфянам 4, 5. Обличать можно не каждого, но когда есть надежда на исправление. И здесь всегда есть два варианта – примет он обличение или не примет. И нужно приготовиться к любому исходу. При осуждении же всегда только один вариант – вынесение приговора, притом окончательного. Притча 9, 8. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Притча 13, 1. Мудрый сын слушает наставления отца, а бойный не слушает обличения. Притча 15, 12. Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. Там же 19, 20. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Там же 25, 12. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Притча 28, 11. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Там же 29, 15. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Экклесиас, 7, 5. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых. Сираха, 20, 29. Угощение и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращают обличение. И мудростью Соломона, 4, 16. Праведник, умирая, осудит живых нечестивых и, скоро достигшая совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. 2 Фессалоникийцам, 2, 12. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 1 Тимофей, 5, 12. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. 1 Тимофей, 5, 24. Грехи некоторых людей явно и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии.